Всем здравствуйте, меня зовут Южаку Антон и это очередной выпуск рубрики разбор анализов. В сегодняшнем видео мы поговорим про терапию по повышению уровня тестостерона и соответственно разберем один такой интересный случай, в котором терапия была как таковая разовая и результат ее держался очень длительное время. Ну собственно он держится и по сей день. И сегодня я вам расскажу в каких случаях терапию нужно делать только один раз и коротко расскажу про то, в каких случаях терапия должна быть на постоянной основе. Но для начала мы поговорим про одного человека. Собственно ко мне обратился человек возраста 25 лет и у него следующие анализы. Лютинизирующий гормон это на момент тогда, когда мы начали работать. Лютинизирующий гормон 2,18, фолликостимулирующий 2,37, провоктин 408, эстрадиол 23 и собственно тестостерон общий 16 наномоль. Естественно такой уровень тестостерона это очень низкий уровень и было принято решение делать терапию по повышению уровня тестостерона и параллельно стабилизировать уровень провоктина. Отдельно надо разобрать анализы, которые у человека были один год назад. Значит по анализам был лютинизирующий гормон 10, провоктин был 800, тестостерон был 12 наномоль, эстрадиол 25. Соответственно по этому анализу были предпосылки к тому, что возможно была провоктинома. Но провоктиномы не было и отдельно я скажу еще такую важную вещь. Это то, что провоктинома чаще всего на таких анализах, как где-то от 500 до 800, она не обнаруживается. Чаще всего там по МРТ ничего не видно. Тут два варианта. Либо провоктинома настолько маленькая, что сложно определить ее даже на МРТ, либо это какие-то другие предпосылки к повышению провоктина. Собственно, как и было у человека. Что за предпосылки выяснить чаще всего просто невозможно. Наука не может выяснить все первопричины всех проблем. Собственно, как не может выяснить повышение провоктина, не разовое, как допустим там после секса через 24 часа, а постоянное повышение уровня провоктина выше референсных значений, но при этом провоктиномы нет. Почему так происходит, наука на данный момент ответ не знает. В общем, проанализировал старые анализы, проанализировал новые, мы приступили к терапии по повышению уровня тестостерона. Соответственно, были минимальные дозировки кламифена, анастрозола. Но у человека, так как человек молодой, ему всего лишь 25 лет, у него было резкое повышение лютинизирующего гормона, что чаще всего бывает у молодых. Соответственно, лютинизирующий практически вышел за норму. Это он был 9,88. В принципе, повышение лютинизирующего меньше, чем до 12, это не страшно. Поэтому лютинизирующий, в принципе, можно сказать, он находился на нормальных значениях, хоть и был очень высокий. Эстрадиол тоже очень быстро поднялся, потому что поднялся общий тестостерон, и дозировка, которая была анастрозола, ее было недостаточно для того, чтобы эстрадиол держать в нормах. И все это произошло из-за очень сильного повышения тестостерона. Общий тестостерон, как вы видите, с 16 наномоль вырос до 34 наномоль. Собственно, дальше было продолжение терапии. Там был выход, стабилизация всех гормонов, после чего был длительный перерыв. Перерыв был порядка практически полгода. Ну и последний контрольный анализ, который мне человек прислал через полгода. Соответственно, провоктин находился в нормальных значениях, и при стабилизации провоктина и после терапии, при стабилизации всех гормонов, уровень тестостерона зафиксировался на отметке 20 наномоль. Что для, на тот момент уже 20, получается, 26 лет, отличный уровень тестостерона. Здесь нету никаких проблем. Поэтому, в принципе, я говорю человеку, что там пересдавать лютенизирующий, все остальное доздавать не надо. Надо просто теперь там в течение раз в полгода, возможно, раз в год, сдавать анализы и смотреть на то, какой уровень тестостерона, соответственно, у человека, какой уровень провоктина. Если что-то будет меняться, в таком случае надо уже снова вмешиваться в эндокринную систему и поправлять эти анализы. На данный момент терапия прошла успешно, она закончилась и через длительное время после терапии все анализы основные, которые были плохие до начала терапии, они на данный момент находятся в нормах. Теперь надо поговорить о том, в каком случае терапия должна быть на постоянной основе. Как вы видите, в случае, который мы разбирали, здесь были четкие предпосылки к тому, почему падал уровень тестостерона. Это очень высокий провоктин. Высокий провоктин, когда мы стабилизировали провоктин, провели терапию, все простимулировали, сделали перерыв, все анализы четко устаканились и уровень тестостерона стабилизировался на нормальных значениях. Плюс надо не забывать, что человеку всего лишь 26 лет. Это молодой человек, у которого естественный уровень тестостерона, в принципе, нормальный. Но его естественный уровень тестостерона был снижен по причине повышения провоктина. Если мы говорим о мужчинах за 35, а точнее даже за 40 лет, в ихнем случае падение тестостерона не спровоцировано повышением провоктина или повышением эстрадиола. У них спровоцировано понижение тестостерона возрастными изменениями в организме. По сути, это может быть как вторичный гипогонодизм, если тестостерон уже 12 наномоль или ниже. Это может быть как просто дефицит тестостерона. Но в любом случае у человека уже ниже уровень тестостерона, чем он у него, соответственно, был в возрасте 20, 25, а то и даже 30 лет. Поэтому, когда мы говорим про мужчин в возрасте, то, наверное, в 90% случаев терапия по повышению тестостерона должна быть на постоянной основе. Сначала делается терапия, все стабилизируется, после чего необходима поддерживающая терапия в минимальных дозировках, которые позволят держать уровень тестостерона, который комфортен человеку. Повышать его до значений, которые допустимы за счет повышения лютинизирующего или просто стабилизировать уровень тестостерона, который комфортен человеку. Это все уже смотрится индивидуально, все это смотрится по анализам. Но вывод таков, что если нет конкретных предпосылок к снижению уровня тестостерона, а это просто естественный дефицит тестостерона из-за взросления организма, в таком случае терапия чаще всего идет на постоянной основе. А какие-то случаи, когда там повышается либо провоктин, либо эстрадиол, там при коррекции гормонов уровень тестостерона может стабилизироваться на длительное время, как в примере в данном видео. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть интересные вопросы, вы можете задавать их в комментариях на ютубе. Самые интересные вопросы будут попадать в рубрику «Ответы на вопросы». Кому интересуют терапии по повышению уровня тестостерона или ведения по курсам, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, будет в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.